привет всем зрителям и подписчикам канала спасибо за ваши лайки и комментарии чем больше лайков тем быстрее выйдет новый ролик в этом видео вы увидите 7 очень интересных фактов про банкноту тысяча гривен и еще я покажу вам то чего вы еще никогда не видели впервые такая ситуация на банкнотном рынке украины неужели начали появляться фальшивые банкноты тысяча гривен или это какой-то колоссальный брак который стоит много тысяч гривен если интересно продолжайте смотреть поехали банкнота номиналом 1000 гривен в украине уже существовала центральная рада 1 марта 1918 года приняла закон которым была введена новая денежная единица гривна которая делилась на 100 шагов 30 марта 1918 года был принят закон о выпуске на 100 миллионов знаков госказначейства и в течение 1918 года в берлине были отпечатаны денежные знаки достоинством 1000 гривен эскиз купюры выполнил мозолевский проект был выполнен уже после провозглашения гетьманата во главе с павлом скоропадским банкнота была напечатана на желтоватой бумаге размером сто девяносто восемь миллиметров на сто двадцать пять миллиметров основной цвет синий введена в обращение в октябре 1918 года я делал на нее обзор и даже разыграл такую банкноту на канале если хотите участвовать в подобных розыгрышах подпишитесь на канал прямо сейчас я постоянно разыгрываю разные монеты или вот такие вот интересные банкноты следующий факт дизайн банкноты номиналом 1000 гривен разработали еще в 90-х художник борис максимов и василий лопата они создали эскизы гривни предлагали изобразить на купюре номиналом в 1000 гривен митрополита петра могилу первые наброски дизайна украинских гривен вы видите перед своими глазами прямо сейчас вот такие они совсем непривычные нашему глазу художников отправили в канаду где печатался первый тираж украинской валюты в канаде борис максимов и василий лопата проработали целых три месяца они могли управиться с подготовкой гривен к печати гораздо быстрее но для этого следовало задействовать компьютерную технику один час работы необходимого компьютера стоил 10 тысяч канадских долларов украина заплатить не могла поэтому художникам ничего не оставалось как готовить деньги к печати вручную на большущих листах они рисовали фрагменты купюр в 2008 году национальный банк выпустил презентационную банкноту без указания номинала именно эта банкнота рассматривалась как возможный вариант банкноты в 1000 гривен на ней изображен пантелеймон кулиш украинский поэт и прозаик создатель одной из ранних версий украинского алфавита но приостановили вот этой банкноты вот только в 2019 году ввели банкнот 1000 гривен интересный факт что на тот момент гонтарева подтвердила что на банкноте будет изображен не кулиш в следующем году зарплата минимальная 3200 когда появится и не появится ли в связи с этим купюра в 1000 гривен вроде как уже она готова с пантелеймоном кулишем на аверсе сказать что пантелеймона там нет остальное пока давайте подержим в тайне одной стороне этой банкноты изобразили фрагмент картины запорожцы пишут письмо турецкому султану известного художника ильи репина который родился в харьковской области в городе чугуеве первоначально напечатали и ввели 5 миллионов таких банкнот по заявлению в нбу введению банкноты 1000 гривен позволит существенно сэкономить расходы регулятора на печать хранение обработку и перевозку банкнот я как коллекционер не рекомендую много таких банкнот держать в коллекции так как с течением времени банкнота не набирает нумизматической ценности а курс гривны может значительно просесть что думаете по этому поводу какой курс гривны будет на конец этого года напишите в комментариях на банкноте 1000 гривен размещен портрет украинского ученого мыслителя и общественного деятеля конца 19 века и первой половины 20 века владимира вернадского яков смоли сообщил он изображен за выдающийся вклад в историю украины как философ основатель целого ряда новых отраслей науки геохимии биохимии радиогеологии он также является одним из основателей и первым президентом украинской академии наук созданная в 1918 году и на банкноте размещена его цитата я верю в великое будущее украины однако в оригинале цитата вернадского выглядит несколько иначе я верю великое будущее украины и украинской академии наук на банкноте присутствует огромное количество защитных элементов например водяные знаки портретное изображение вернадского и светлый элемент водяного знака с изображением цифреного обозначения номинала 1000 гривен размещен справа внизу погруженная защитная лента она имеет прозрачное изображение и ультрафиолетовую флуорсценцию и магнитный код оконная защитная лента лента имеет изображение номинала 1000 и малого государственного герба украины при изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект изменение направления движения фонового изображения следующий элемент спарк при изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект постепенные перехода цвета от золотистого к нефритовому гвозной элемент изображение цифрового обозначения номинала 1000 все элементы которого совпадают и дополняют друг друга во время рассматривания банкноты против света латентное изображение светлое или темное изображение номинала 1000 которое становится видимым при рассматривании банкноты под острым углом к источнику цвета рельефные элементы элементы изображения шершавость которых ощущается на ощупь надписи на изображениях элемент для людей с ослабленным зрением микротексты надписи которые повторяются и которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла сети интернет появилась информация что на банкноте обнаружен пиратский шрифт и довольно мощно эту информацию поддержали сми но через время национальный банк выложил материалы опровержения этой информации в целом на этом все закончилось хотите еще бонусный факт о банкноте тогда просто подпишитесь на канал ведь здесь будет много интересных фактов о деньгах ну что ж дополнительный факт национальный банк выпустил сувенирную банкноту из серебра что отображает дизайн банкноты 1000 гривен и на всю страну ее тираж составляет всего 300 штук она изготовлена из серебра 999 пробы и на нее добавлена голограмма стоимость на сейчас такой банкноты например на сайте виолити больше 10 тысяч гривен вот например есть за 11700 или даже больше 12000 существуют и другие банкноты в серебре вот я держал в руках вот такой набор 20 гривен вы видите прямо сейчас цена такого набора от 7000 гривен давайте перейдем банкнотам что я говорил в начале такого я никогда не видел обычный человек из запорожья получил в банкомате купюры номиналом 1000 гривен и они были по порядку и видимо зная что бывают редкие номера банкнот начал рассматривать эти номера кстати друзья я покупаю банкноты разных номиналов которых цифры одинаковые например все единицы или двойки или любые другие также такие банкноты можно выставить на платформе виолити и вот что он обнаружил он обнаружил две банкноты были с полностью одинаковыми номерами ведь номера банкнот служит как раз для того чтобы контролировать количество выпущенных денег и они всегда уникальны первая мысль у него была что банкомат выдал поддельные деньги сейчас например вы видите поддельные 200 гривен кстати если хотите ролик про поддельные банкноты 200 и 500 гривен напишите в комментариях если наберется 500 лайков в этом видео я сниму такой роли он обратился в банк ему там подтвердили что обе банкноты соответствуют всем степеням защиты и они полностью оригинальны получается что нбу напечатал банкноты с одинаковыми номерами как это может быть возможно это был брак когда печатный станок ошибается и два раза отбивает подобный номер я выпускал подобный ролик о том что были найдены 50 гривен в которых водяной знак был перевернут кстати там была довольно забавная история как их нашли как мог появиться такой брак посмотрите это видео ссылочка будет в описании или в подсказке и цена таких 50 гривен было более 5000 гривен но здесь абсолютно другой брак какая вообще вероятность встретить две банкноты с одинаковыми номерами ведь было отпечатано 5 миллионов таких банкнот и положить себе в коллекцию такой брак встретить фактически нереально сейчас данная банкнота выставлена на сайте виолити это место где реально купить очень редкие вещи кстати продавать там можно также давайте следить за торгами на эту банкноту на эти две банкноты ссылочку я оставлю в описании к видео я думаю цена на эти банкноты будет реально большая поддержите пожалуйста лайком это видео если она вам понравилось и поделитесь с друзьями а если досмотрели до этого момента и верите в свою удачу в поиске подобных редких вещей пишите свои комментарии начиная с фразы фартовый коллекционер или бабки в шапку всем удачи пока друзья